Друзья, всем привет! Продолжаем обзорок 8 марта, и это будет второй ролик, в котором мы рассмотрим сразу двое часов. В таких красивых коробках будут данные часы поставляться. Это будет разговор о двух часах, двух лимитках, которые отличаются по сути только размером, комплектация абсолютно одинаковая, то есть точно такая же красивая белая коробочка, и кожаный ремешок с застежкой идут в комплекте. Давайте начнем с названия. Модель слева называется PD716484W, а модель справа называется PC1480W. Это две лимитки из коллекции Sakura, вышли они год назад, в январе 2019 года. По поводу истории оформления данной лимитки, вообще создания, модели вышли ограниченным тиражом в честь Sakura. Это знаменитое японское дерево, которое цветет раз в год. В полном расцвете мы представили, как лепестки вишневого цвета летят в небе, а весенний ветерок плывет по поверхности реки. Циферблат с белоснежной бледной вишневой бабочкой и затененным узором сакуры выражает реку, окрашенную вишневыми цветами. Кроме того, арабские цифры поочередно расположены в двух цветах. Вы можете видеть, что это розовый и золотой. Я думаю, вам хорошо это видно. Таким образом, можно прочувствовать великолепие лепестков сакуры. Обе модели имеют бриллианты в районе 7 часов. Почему именно цифра 7? Ну, во-первых, в течение 7 дней, в течение недели, когда цветет вишня, это прекрасное время, которое можно увидеть только в эти 7 дней, именно 7 дней цветения сакуры. Поэтому именно бриллиант на цифре 7. На модели с днем недели и датой бриллиант находится как бы в лепестке. На модели же с открытым балансом, открытый баланс имеет форму вишни с ярким динамичным дизайном. Вот такая вот, друзья, достаточно красивая и интересная история. И скажу, что часы действительно неплохо оформлены, циферблаты играют, переливается, очень приятный такой цвет. И скажу, что часы выглядят гораздо дороже своей стоимости, при этом стоимость составляет по 52 тысячи японских йен, то есть примерно 30-35 тысяч российских рублей. Обе модели сделаны в Японии, сборка японская, это стальные корпуса, вы видите, оформление абсолютно одинаковое. И также, кроме стального браслета, который преимущественно матовый, двухцветный, также с золотым розовым оттенком под сакуру, также комплектация идет ремешками из стрелячьей кожи коричневого цвета. Застежки здесь простые, раскладывающиеся, нажимаете, браслет открывается. Задние крышки прозрачные и можно наблюдать за работой механизма. Водозащита здесь, кстати, 100 метров. Также есть и люминофор, и на первой, и на второй модели. Диаметр левых часов составляет 20 мм, правых 34 мм. По толщине они примерно одинаковые, чуть более 11 мм каждая. Два слова про механику. Калибр 82-29 на часах с открытым балансом и калибр 66-51 на часах с датой и днем недели. Абсолютно одинаковые по качеству механизмы. Точность по паспорту минус 20 плюс 40 секунд в сутки. Запас хода около 40 часов. Есть ручной и автоподзавод. А стоп-секунды в них нет. Количество рубиновых камней 21 и там и там. Друзья, в общем и целом на этом все. Еще раз повторюсь, что обе модели выпущены ограниченным тиражом. Слева 2100 штук и справа 2000 штук. Выпущена ровно год назад. Часы уже мало где встречаются, но в общем-то еще немного продаются. Если захотите порадовать своих любимых дам к 8 марта, я думаю подарок очень даже неплохой. Душевная механика с приятным оформлением, с красивой историей. Я думаю вашу любимую даму сердца порадует. На этом все. Всем спасибо. Не забывайте подписываться на наш канал, соцсети, телеграм, инстаграм. Всем пока. Носите самые лучшие часы.